У нас сегодня такая тема романтическая, и гость Ольга Безбах, организатор быстрых свиданий в Калининграде. Ольга, доброе утро. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Ну, поздравляем вас, можно сказать, с профессиональным праздником, потому что ваша работа связана с тем, что вы объединяете судьбы, можно сказать. А скажите, вас же свахой нельзя назвать? Как вас профессионально можно назвать? Организатор спиддейтинга? Организатор быстрых свиданий, но некоторые пытаются назвать свахой. Это уже следующий уровень, когда все по-серьезному. Я говорю, да нет, не надо. Давайте для тех, кто, может быть, не знает или не помнит, напомним, что такое быстрые свидания? Что это за формат? Быстрые свидания – это мероприятие, организованное для свободных мужчин, девушек, которое проходит в закрытом формате, в кафе, и мы помогаем знакомиться. А сколько там людей обычно? Вот девушек, парней? Есть какое-то определенное количество или они сколько хотят, столько и приходят? Нет, из статистики самое комфортное количество – это 10-12 парней, 10-12 девушек одной возрастной категории. И получается за вечер 3 часа мероприятие длится. 3 часа? 3 часа. Это не настолько спид-дейтинг. Это да, это у него находится долг. За вечер 3 часа будет 10-12 свиданий, живого общения. Это прям настоящие мини-свидания. Это на перемотке прям, вот несколько дней ты проживаешь сразу, здорово. На самом деле, ну, если мы переносим это в реалии, ты, получается, для того, чтобы пойти на свидание, ты договариваешься за 2-3 дня, как минимум, да, там, потом идешь, потом еще неделю ищешь того, с кем в следующее свидание. Еще нужно найти этих 12 человек, а тут они все перед тобой. Да, получается, мы занимаемся отбором именно свободных людей, готовых, расположенных к знакомству. У всех цель одна знакомство, и поэтому, и люди экономят очень время, придя туда, кто занят работой, делами, приходят и сразу... А сколько вот времени на одно свидание уходит примерно? На свидание 7 минут на каждое свидание. 7 минут и 3 часа вот оно так проходит? Дождите, 7 минут, после каждого свидания звучит медленная композиция, а можно потанцевать, пойти, продолжить общение, если не хватило времени, или сделать перерыв. Ой, слушайте, даже потанцевать. Да, ты как будто поплать на приятном мероприятии, где тебя просто приглашают потанцевать, почему нет? Да, с таким количеством. Ну, почему? Это, да, это как школьная дискотека. А выглядит это как в фильмах? То есть по кругу сидят женщины, и мужчины к ним подсаживаются? Да, да. У нас есть ведущий, который помогает процессу, чтобы всё было комфортно, гармонично. А правильно мы понимаем, вот у девушки, получается, остановился молодой человек, 7 минут, он сказал, сильно мало, я ещё пообщаюсь, то есть он остался за её столиком, правильно? Или нет? Или нужно обязательно этот круг пройти? Нет, круг проходит все, чтобы ознакомиться со всеми участниками. Вдруг там есть получше, да? В середине мероприятия есть коктейльная пауза такая, минут 15-20. В этот период они могут уже присмотреться, кто к друг другу ещё пообщаться. И после мероприятия мы даём возможность минут 20-30. Ну, 20 в среднем выходит, что они уже рассаживаются по интересам, по симпатиям и продолжают общение. А есть ли какая-то статистика, сколько людей вот находят свою пару на таких свиданиях? КПД. Кто возвращается, да? Есть, кто возвращается, но очень-очень много пар, которые совпали, благодарят и готовятся к свадьбе даже. Ого, здорово. Вот, что сообщат, и прям есть. Слушайте, ну, на самом деле это экономия времени, потому что это не онлайн общение, то есть ты вот прям вот здесь у тебя либо выстреливает, либо нет, и ты продолжаешь, либо не продолжаешь. И я могу предположить, что очень хороший коэффициент вот именно тех, кто доходит до ЗАГСа. Да, потому что, ещё раз повторюсь, мы даём возможность понять, есть ли симпатия и интерес продолжить с этим человеком свидание вживую на следующий день, через день понять. Хочешь ли ты? А, да. А в целом есть какой-то среднестатистический такой портрет человека, вот, кто приходит на такие свидания? Или это разные люди? Как кастинг проходит. Абсолютно разные специальности. Кастинг, так как такого нету, общаемся в режиме диалога, переписки, узнаем, насколько свободны люди, потому что тоже мы ответственные за людей, которые приходят, и за качество работы, чтобы все были свободны. А вот паспорт проверяете? Паспорт проверяем. Паспорт проверяем. Вот, кстати, про качество. Плюс на плюс. Если девушке понравился парень и парни девушка, то, значит, совпала симпатия. И при этом они постеснялись, да, всё-таки друг к другу? Да, и на следующий день, вот, когда плюс наложился на плюс, я отправляю контакты друг к другу. А если... Ой, вы как купидон прям. А если девушки, например, как вы говорите, вот, преследует кто-то, если бы он ей не понравился, она плюс не поставила бы, ну, не проявила бы симпатию. Соответственно, ну, контакт не даётся. А вот сколько по времени вообще вы этим занимаетесь? Когда вообще это началось в Калининграде? И как такая идея пришла? Ну, полтора года. Полтора года, да? Полтора, около двух. Идея пришла, ну, помочь людям, потому что видела много одиноких людей и хотела внести частичку себя. А вот, как вы думаете, почему такая вообще потребность возникла? Потому что мы все сейчас настолько погружены в свою работу, там, в социальные сети, что не можем уже даже в реалиях общаться? Или почему такая потребность? Или просто нет сейчас таких социальных мероприятий, как раньше, да, допустим, были танцы, вечера с танцами, да, когда могли свободные люди прийти и познакомиться? Ну, на самом деле, мероприятий, ну, в наше время, в современном мире различных много, на любой вкус и цвет, но более стеснительные стали. Хотя, казалось бы, да, социальные сети. Ну, раньше подходили на улицу, знакомились и в разных местах, потому что не было других ресурсов. Сейчас ресурсов очень много различных, есть выбор, и вот начинают искать более легкие путь. Зачастую такая, знаете, как игра разума, иллюзия обмана, вот воображение, вот эти онлайн. Ну, сейчас, да, намного проще написать в телефоне о предках дела, ну, это кто обычный так пишет. Вот, чем, конечно, подойти, познакомиться. Потому что нужно затратить сил, нужны энергии, нужно себя перебороть, свой страх подойти. Это же не так все просто. Дорогие девушки, вы думаете, так просто подойти к вам познакомиться? Нет. Я скажу, что это... Крик души. Нет, не так просто. Когда вы... Ладно, давайте. Такой практически вот сейчас исповедь была мужчины в реалиях. Ну, да. Чтобы вы не думали, что когда к вам подходит, что это так все просто, и так все... Чтобы ценили. Чтобы ценили. По маслу, да, все идет. А я могу сказать, что наверняка, чем старше становишься, я вот по себе могу сказать, тем сложнее найти время для досуга для именно того, чтобы познакомиться. Потому что ты ходишь на работу, чаще всего она не самая простая бывает, в том числе и морально. И еще собрать себя в кучу и пойти куда-то там знакомиться и тратиться, опять же, адреналин вот этот, силы тратиться на то, что не факт, что получится. А вот это, мне кажется, очень хороший выход, когда ты один вечер всего потратишь, зато вот 10-12 свиданий. Может быть, даже если не найдешь любовь, то все равно приятные какие-то знакомства. Конечно. Вдруг вы потом бизнес построите вместе. Вот именно. Да, очень много интересов, друзей находят во время мероприятий, приятелей. А такой вопрос, а есть люди, которые ходят, ну вот постоянно, вот они просто ради какого-то... Досуг у них такой. Да, вот понравилось и ходят. Ну, не прям постоянно, но есть, которые посещают не один раз. А сколько раз? Ну, бывает 3-4. Три раза за неделю? Нет, вообще за вот весь период проекта, есть даже парень, если он в самом начале обрел отношения, у них чуть ли не до свадьбы дошло, потом что-то не сложилось, он опять пришел в поиск. Верят вам, доверяют. И настойчивые ребята, то есть они выбрали путь, и они идут к своей цели. Ну, они просто придя уже получили результат, они видят, что это работает, и еще раз... Ну, все равно это ориентир на серьезные отношения в любом случае. Все очень серьезно подходят, очень. А какой обычный дресс-код у мужчин и у девушек? Они приходят в больных платьях или в костюмах, или просто как обычно? Ну, свидание уважительно к участникам. Понятно, что не в шортах. Главное, чтобы комфортно было, но свидание. А вот бывают такие ситуации, раз мы говорим про стеснение, ну, вот просто садятся за столик и молчат. Ну, вот не могут из себя слово выдавить. Вы сказали, какой-то ведущий там, да, может быть, помогает как-то организаторам. Да, ведущий помогает, начинает мероприятие. Ну, я не видела ни разу, чтобы все сидели и молчали. Все равно задают какие-то стандартные вопросы. Понятно, что первые два свидания стесняются, а потом уже успокаиваются, присматриваются друг к другу, что здесь все безопасно, хорошо. Я напоминаю, что в студии «Балтик плюс» сегодня Ольга Безбах, организатор быстрых свиданий в Калининграде. Очень интересная у нас сегодня тема. Ольга, хотелось узнать, вот по вашему мнению, профессиональному, много ли в Калининграде вообще одиноких людей? Достаточно. Как с мужской частью, так и с женской. А больше все-таки женщин или мужчин? Знаете, я вот не скажу, что женщин больше, хотя вот говорят в статистике, мужчин очень много. Мне кажется, женщины просто заявляют более открыто об этом. Да. Знаете, мы хотели у вас до, ну, еще в первой части спросить вопрос, который, ответ на который, может быть, пригодится и другим людям, не только те, которые посещают свидания. Что не нужно и о чем не нужно говорить на первом свидании, на первой встрече? Что я женат. Да, что у вас есть опыт. А может быть, кстати, наоборот лучше сказать на первом свидании. Ну, вот я думаю, что не нужно плохо отзываться о предыдущих отношениях, о предыдущем партнере. Это, во-первых, ну, некрасиво. Ну, зачем скелет этот тащить? Да, вот мне кажется, это самое основное, не напоминать, не упоминать о предыдущих отношениях. Даже если вас спрашивают про прошлые отношения, лучше сказать, ну, вот не сошлись характерами. Я считаю, что всегда надо уважительно и порядочно относиться к предыдущим отношениям, потому что вы были в отношениях, вы их выбирали. Так, то есть не разговариваем про бывшие отношения, раз. Про что еще не затрагиваем тему? Про проблемы какие-то свои наверняка ныть не надо. Ну, конечно. Тебе приходится получить эмоции радостные, знакомства. Зачем? Утягощать. А вот я видел в фильмах, что есть специальные готовые вопросы, если, допустим, человек... Методичка? Ну, не методичка, Арина, но... Но есть просто бланк вопросов, который, если человек растеряется там или потеряется, у него вот под рукой есть. Такое у вас есть или нету? Нет, я знаю, что такое есть, да. Ну, я считаю, что по шаблонам, если за вечер 12 свиданий, они не могут с каждым участником одни и те же вопросы. Потому что все разные, у каждого разные интересы. И я считаю, что так и есть, что вот если за вечер у вас 12 свиданий, то они... само общение складывается с каждым по-разному, по-своему. И нет необходимости. А бывало ли такое, что, например, мужчине или девушке понравились два человека за один вечер? И что в таких случаях тогда делаете? Как делаете? Как контакты распределяете? Ну, конечно же, бывает, что... Контакты мы распределяем на следующий день с симпатией. Потому что они в течение вечера заполняют карту симпатии, ставят плюсы участникам, которые понравились. Но бывает, что, как говорится, двум девушкам, трём девушкам, четвером... Да, мы отправляем, и уже они там на следующий день сами находят подход, общаться, сообщения, парни, девушки уже дальше... То есть вы скорее как помощник, сами дальше действуете. Даём возможность посмотреть, познакомиться, понять, есть ли желание пойти на следующий день. Вот опять же, возвращаясь к экономии времени, это хорошая возможность для того, чтобы не развозить вот это общение в социальных сетях на несколько недель для того, чтобы человек наконец-то тебя позвал на свидание. А то и месяц. Да, да, да. То есть вы помогаете... Вот конкретно Пете понравился Маше, а Маше понравился Пете. Вот, пожалуйста, можете идти на свидание. Да. А вот бывали такие случаи, когда вот вы видите, ну, пара там хорошо общается, но они поставили минус в анкете. И вы такие, эх, ладно, поставлю плюсики очень красивые, и может что-то не получится. Нет, я не могу это сделать. Ну, единственное, часто бывает, что не отметили, но на следующий день начинают, ой, а я не отметила той девушке или парню. Вот дайте, пожалуйста, телефон. Ну, я уже с разрешения участников. Подумал, подумал, и всё-таки решил, что... Знаете, был случай недавно, что парень был на мероприятии образно 3 месяца назад, и одной всего девушке он поставил плюсик, и она не выбрала его. Потом он спустя 3 месяца мне написал, говорит, а можно всё-таки... Думала, да, боже мой. Он говорит, что можно, вот я говорю, ну, говорит, я и только ей поставил, если она разрешит, с её позволением я с ней связалась, я обменяла их контакты. 3 месяца прошло с мероприятием. Вот это да. Слушайте, я предлагаю ещё раз озвучить место и время, и перейти к лайфхакам, которые мы говорили. Давайте, как вас найти? Найти поиски, набирайте быстрые свидания Калининград, сразу проходите на сайт, там очень много информации. Участие можно ещё принять в ближайшем мероприятии? Конечно, у нас вот 19-го в это воскресенье будут 3 возрастные группы, от 25 до 55 лет. Кроме того, у вас есть подарок для слушателей Балтик Плюс. Я знаю. Да, если слушатели на данный момент свободны, и есть желание посетить мероприятие, то, пожалуйста, оставив заявку, можете указать Радио Балтик Плюс, что вы слушатель сейчас, и сделаем скидку вам 30% на билет. Ух ты. Класс, здорово. Ну, а давайте для тех, у кого, может быть, не будет времени 19-го февраля, или пока что не может поучаствовать, лайфхаки некоторые дадим. Как вы знакомились с парнями? Начнем с того, что давайте с вас начнем, с мастодонта. Да, вообще, как знакомиться, больше эффект знакомства? Да, да, да. Вот как подойти? Или как начать беседу? Написать ли в социальных сетях? Знаете, вот мое мнение, я вот считаю, нужно в большей части не знакомиться, а просто начать общение. Просто разговаривать. Просто поддержать. Начинать разговор в спортзале, например, помочь каким-то упражнениям. Просто цель должна быть общение, знакомство. А потом оно уже само может перерасти. То есть не то, что мы мужа сразу ищем, да, себе? Знаете, не надо целенаправно. Надо просто общаться, знакомиться, не стесняться. И все. Вот, подходит тебе. Это будет естественно. Может быть, просто милое общение получится. Милое, милое. Друзья, приятели. Или ЗАГС. Прекрасно. Так. Вот, я говорю, подходит тебе, Арена, в зале, там мужчина говорит, подстрахуй меня в штангу. Ты, конечно, хорошенький мой, подстрахуй. Я бы с проблемой. И общение завязалось, вот и будущий муж-то будет. Главное, которого не убить. Главное, до зала дойти, на самом деле. Мне такой вопросик из лайфхаков. Вот мне интересно по поводу тоже свидания. Будет быстренько. Какой был самый такой случай, самый интересный, может, неординарный, или что-то такое прямо из звона выходящий? Вот, кстати, я подумала об этом сейчас. Был случай, когда во время мероприятия пришла пара, девушка. Ну, я во время мероприятия тоже с каждым общаюсь. Она говорит, представляете, на этом мероприятии присутствует мой бывший. Мы недавно расстрелись. Представляете, она пришла. И ей придется с ним общаться 7 минут. Они нормально общались. Танец медленный был, они потанцевали. И потом я, ну, обратила внимание, они поставили друг другу плюс. Может быть, они опять будут. То есть дважды в одну реку все-таки входят. Знаете, ну, это очень интересно. А вы не отслеживали потом судьбу? Может, они опять сошлись? Ну, я думаю, все-таки... Ностальгически пишут потом с отзывом. Ну, это очень интересно. Я знаю, кто это был. Джей Ло и Бен Аффлек. Удачно, да. Жень, ну, давай от тебя, как от мужчины здесь единственного, лайфхак какой-нибудь. Как знакомиться? Тут я скажу только один лайфхак. Это перебороть свой страх. По-другому, ну, никак. Я понимаю, что, да, парням страшно подходить, знакомиться, писать. Это абсолютно нормально. Но нужно просто взять и перешагнуть. Это сделать. Это, как вы знаете, как в холодную воду прыгать. Холодно, страшно. Но нужно это сделать. А потом начинается вот... Где-то проходит это состояние страха. И начинается такая эйфория. Так что... Многое зависит от мужчин. Конечно, первый шаг делать... Будьте смелее, мужчины. Вот, вот. А, да, а я, знаете, я могу сказать, опять же, в защиту мужчин, не все же на них ответственность перекладывать. Я зачастую сама инициировала, помню, для того, чтобы пообщаться, да, допустим, переписываемся, переписываемся. До сколько можно переписываться? Я уже спрашиваю, а когда уже пойдем гулять-то? Это точно. Когда пойдем уже кофе пить? То есть человека, ну, спасаешь, потому что, ну, общение идет. Ну, чего жвачку-то эту жевать? Ну, есть такие вот, ну, мужчины, которые... Ну, стесняшки, ну, я поняла. Ну, стесняшки, да. Ну, не все должно быть на плечи мужчин ложиться в знакомстве, я считаю, что можно иногда и снициировать. Не все, но большая часть. Да. Да. Ариша, от тебя. Лайфхак, давай. Так, лайфхак. Ну, я уже, наверное, делилась. Если где-то вы находитесь в кафе, и хочется как-то завязать знакомство, можно вот попросить молодой человек, пожалуйста, посмотрите за моим местом, я скоро вернусь. Ну, то есть уже какой-то коннект произошел. Прекрасно, и он будет беречь, как рыцарь. Либо где-то, опять-таки, в спортзале. Молодой человек, помогите мне, пожалуйста, вот... Как делать это упражнение, да? Или в самолете, помогите мне мою сумку, пожалуйста, вот с верхней полки достать. Прекрасно. Здорово. Ну, вот, надеюсь, эти лайфхаки будут полезны. Женя так себе на устно мотал. На два. На два. Да, спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что вы добавляете нам веру в любовь, все-таки в наши ежедневные будни. Всех еще раз поздравляем с Днем Любви, с Днем Святого Валентина. Да. И обязательно постарайтесь кому-нибудь сегодня признаться в любви. Предлагаем. Спасибо. В студии «Балтик Плюс» была Ольга Безбах, организатор быстрых свиданий в Калининграде.